В Красноярском крае стартовала акция «Неделя общественной безопасности». Она посвящена предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также профилактике распространения запрещенных веществ среди несовершеннолетних. Подробности расскажет наша гость. У нас в студии сегодня заместитель начальника следственного управления МВД России города Красноярска, Елена Бондаренко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Елена Александровна, скажите, проблемы приобретают серьезные масштабы или все-таки вот как-то? Да, действительно, проблема и всегда была серьезной в настоящее время. Особо актуальны профилактические мероприятия и раскрытие расследований уголовных дел, которые связаны с распространением и привлечением к этой незаконной деятельности несовершеннолетних. Поэтому в рамках этой акции на системной, на постоянной основе мы это делаем, но в настоящее время более активно, скажем так, проводим мероприятия, связанные с профилактикой незаконного распространения наркотических средств среди несовершеннолетних. А что за мероприятия пройдут в рамках этой акции? В рамках этой акции сотрудники полиции в школах и иных учебных заведениях проводят занятия. Занятия открыты, школьники и студенты могут услышать ответы на свои вопросы, связанные с тем, каким образом уберечь себя от того, чтобы не быть вовлеченным в эту незаконную деятельность, каким образом можно распознать лицо, которое употребляет наркотические средства. Кроме того, проведены горячие линии, где население может задать вопросы, и любой гражданин может получить ответы на интересующие вопросы, именно касающиеся этой злободневной проблемы. Но и в целом профилактические мероприятия связаны также с общением с вами, сотрудниками средств массовой информации, и иными процессуальными способами, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законом. Если вернуться к группе риска, то какой это возраст, какого возраста уже стоит с подростками общаться? Об этом стоит общаться с подростками любого возраста, в том случае, если они воспринимают вас уже как люди серьезные, взрослые, каковыми они себя считают. И, как правило, очень многие подростки интересуются, но не знают, каким образом выяснить эти вопросы. Поэтому все мы с вами должны в первую очередь демонстрировать готовность общаться с ними и отвечать на их вопросы, потому что это серьезный взрослый мир, в котором мы должны уберечь своих детей, в первую очередь детей, от этой опасности. Могут ли стать жертвами дети из благополучных семей? Очень часто мнение такое существует, что наркоманы – это какие-то третьи сорты, неблагополучные люди, а вот нам это не грозит, потому что мы живем в доостатке полном. Это миф. Отнюдь. В настоящее время приобретение наркотических средств – это довольно недешевое мероприятие. Поэтому первые и такие тревожные симптомы как раз у родителей должны появиться в том случае, если их дети необоснованно расходуют денежные средства, которые родители позволяют им иметь, допустим, на карманные расходы, и пытаются их получить в каком-то большем объеме, когда эти затраты абсолютно необоснованы в то время. Ничего не приобретается в таком виде. И поэтому говорить о том, что это только неблагополучные дети, либо семьи с социально низким достатком – нет, ни в коем случае нельзя. Поэтому подвержены и могут быть подвержены этой опасности любые подростки. А какие еще симптомы, если можно так сказать, могут наблюдать родители, которые должны стать таким тревожным звоночком? На что нужно обращать внимание? В первую очередь нужно доверие детей к родителям, которые могут рассказывать о своих проблемах, если они возникают. Если этого не происходит, и родители стремятся контролировать поведение своего ребенка и уберечь его от этой опасности, то нужно обращать внимание на его ежедневное поведение. То есть это либо необоснованное возбуждение, либо, наоборот, апатия и вялость, отсутствие интереса к повседневным вещам, которыми обычно ребенок занимался. Если, допустим, ребенок занимался спортом, вдруг почему-то он прекратил это делать. Это подозрительные люди, которые появляются в окружении ребенка. Это какие-то телефонные звонки, происхождение которых вы не знаете, и вы не знаете, с кем общается ваш ребенок, а он пытается утаить от вас эту информацию. Это всевозможные посторонние предметы, которые могут находиться у вашего ребенка. Это пакеты с контактными застежками, медицинские предметы, либо таблетки, порошки, ампулы, какие-то жидкости, которые, как правило, в вашем обиходе в жизни не были необходимы ни вам, ни вашему ребенку. Скрыть достаточно сложно такие вещи, поэтому, если внимательно относиться к поведению в быту и в школе, общаться с педагогами, с друзьями, в первую очередь, которые могут сказать о том, что ребенок изменился, он изменился по отношению к своим друзьям даже, потому что и такие ситуации встречаются, то это все должно стать тревожными сигналами к тому, чтобы обратить внимание на то, что происходит с вашим ребенком. Но если говорить о возрасте, в каком возрасте сейчас наблюдается пик детей, взрослых, стариков? Какой возраст употребляет наибольшее количество? Не могу сказать, что это определенный возраст людей, употребляющих наркотические средства, и не только употребляющих, но и являющихся распространителями. Этих наркотических средств, потому как это не всегда лица, которые их употребляют. Это те, кто пытаются незаконным способом получить какие-то доходы из этой деятельности. Поэтому, ну, приблизительно, учащие, встречающиеся, возраст 20, 30, 35 лет, молодые люди, причем это не только мужчины, но и девушки, женщины, которые являются как потребителями, так же, так же и теми лицами, которые распространяют незаконные наркотические средства. Что делать, если вдруг стал невольным свидетелем подобной ситуации, может быть, как-то заметил, что вот распространяется наркотическое средство, либо увидел человека, который явно в нем находится, то есть что нужно делать, если ты не хочешь оставаться равнодушным? — Хотелось бы, да, обратить на это внимание, потому что некоторые люди стараются не обращать внимания и не ставить в известность об этом правоохранительные органы, но напрасно мы с вами находимся в обществе, в котором мы должны все-таки обратить внимание на эту проблему, так как это же не совершение, допустим, хищения имущества, да, когда есть потерпевший, права которого нарушены, он в первую очередь обратится в полицию. Нет, в данном случае необходимо сообщать о всех фактах, которые стали вам известны, а это не только распространение наркотических средств, их потребление, это организация притонов, в которых лица, употребляющие наркотические средства, могут собираться. Такие факты, как правило, становятся известны гражданам, и они просто обсуждают их между собой. Необходимо сообщить любой правоохранительный орган, дежурные части полиции на территории любого района, по телефону доверия главного управления, либо иным способом, который возможен вам в данный момент. И не стоит затягивать предоставление этой информации, потому как она может понадобиться нам при раскрытии, и расследовать преступления, которые либо уже совершены, либо готовятся к совершению. Поэтому это очень важная информация. Ну что же, большого вам спасибо. Я хочу только сказать телезрителям нашим, чтобы вы не оставались действительно равнодушными к этой проблеме, а на всех нас касается, все мы живем в одном городе, крае в одной стране. В гостях у нас была заместитель начальника следственного управления МВД России города Красноярска, Елена Бондаренко. Спасибо большое еще раз, что пришли к нам.